Это Киберарена ТВ и ПРОДОТВ, это ВИЛАТ, это квалификации на Асус Саммер 2011, который состоится на следующих выходных. Здесь же, в Киев, в Киберспорт-арене лучших 16 команд, квалифицировавшихся в онлайне, в Белоруссии, в Украине, где только можно. Также наши гости из Франции, Сербии, Дании съедутся сюда на следующие выходные. И тут будет просто мега-экшен и битва за 250 тысяч рублей призовых. И, собственно, сейчас разыгрываются 3 квоты на этот Асус. В Киеве 14 команд, за них борются. Борьба довольно жестокая. Давайте я вам сейчас покажу результаты на данный момент. Итак, в группе А мы видим, что ГТ и Вандота по 2 победы. 4R и шапка плюс 4, по 2 поражения. И, собственно, сейчас я смотрю на мониторы команды ГТ, которая сидит на сцене. Ребята, там очень хорошо у них все идет, по-моему. Игра это не против Иван Дота, но игра напряженная. Вижу по лице Амси, который там просто не знает, что ему делать. Играет он на Хаус Кнайте. Там визаж, Хаус Кнайт, Банша, Клокверк и Виномансер. Три игры подряд, а хура на Виномансере. Надоест, наверное, к концу дня. Так вот, играют они там за первое место в группе А, в группе Б. С этим временем у нас немножечко задержки, потому что матч между Perfect Enemy и 100 и 100 длился больше 60 минут. И там пока идет второй тур. ГЗ играет против 100 и 100. Perfect Enemy против Тунцы. Будет эта группа догонять остальное расписание. Группа С. Два поражения у команды Мама и Янас. Все ребята уже попрощались с турниром. И вот, собственно, сейчас матч за первое место. ХТ против ХЦ Смикс. Ну и в группе Д есть одна победа у ПГЦ и одна победа у команды ВМОД. И вот сейчас, собственно, 1 плюс 1, которые проиграли свою первую игру. У МОД играют против ПГЦ. Их спасают только, если они выиграют, причем с очень хорошим таймрейтингом. Ну, я вот смотрю, тоже вижу я отсюда мониторы команды ПГЦ. Там на ПУДГе Дима, Дима, или это не Дима на ПУДГе играет? Я думал, Диме ПУДГе дали. Ну и, видимо, там тоже очень хорошо дела идут. Поэтому, наверное, ПГЦ эту игру выиграют. И команда 1 плюс 1 попрощается с турниром. Но к результатам чуть-чуть этих групп попозже. Сейчас мы, собственно, переключаемся в прямом эфире на матч между командами HT и ИХЦС. Микс. Что? Чего? Продолжение следует... Команда HT решила сделать сейчас имба-супер-мега-дупер-пуш. Наверное. А может и нет. Любимый герой команды Митьо Мейкерс Фурион. Любимый герой команды Нави Энчандрис в пике. Забанен Шейкер, забанен Силабер и забанен Шидоу Демон. Забанен Апарэйшн Спиктрай и Инвокер команды ИХЦС. Джерри на пике. Эндрю Спэрроу. Это, я так понимаю, Андрей Воробей. Короче говоря, Магус на пике. Давайте глянем по никам. Не, не так смотреть надо по никам. В команды HT. Дефендер, Дубас, Нексиус, Фаник и Магус. Джерри, Архангел, Злобогр... Злобогрыш, Ворлюша и Скай. У команды... ИХЦС Микс. Ну и посмотрим. Магину банит Джерри. И ждем. Ждем, что забанит нас Бруда. Улетает в баннер команды Хартим. Если что, ребят, вот этот вот чат я читаю. Иногда. Иногда. Может быть. Тем временем я вижу Амси, там, Доминейтинг на сцене. И выиграют они по ходу игру. Сентинел, Аоунинг и там... Ну хотя, по товарам так не сказать. Или сказать. Да, сказать, сказать. Там Скурдж Аоунинг, извините. Не Сентинел, а Скурдж. ГТ выигрывает матч. Скорее всего. Выигрывает без особых проблем. Пугна и Банны Халлоу также в бане. Ну и что же сейчас пикнет товарищ Молли или Джерри, а? Вивер есть, Верка есть, Виномансер есть. Что еще? Что еще сюда войдет? А войдет много чего, в принципе, очень неплохо. Я-ма-я-ма-я-ма-я-ма-я-ма-я-майка. Оу-е. Сент-Кинг, песчаный король в пике у команды ХЦС-Микс. И что решит сейчас Магус? Ну интересно, потому что Сент-Кинг это довольно неприятная хероветень, которая сидит в песке и мешает вообще что-либо делать. Идет себе соло в сложную и там стоит абсолютно против любого. Тарит к минуте 14-15 даггер и становится просто необиенной парашей. Тайд Хунтер, да ладно? Четвертым пиком Марьячок нарисовывается у команды ХТ. И что дальше? Квапа. Вот это уже очень интересно, такая олдскульный, олдскульный два последних пика у команды ХЦС-Микс. Ну и чем ответит Маг на ласт пик? Отчень мне интересно, отчень. Я-май-я-май-я-май-я-май-я-май-ка-а. О-е. Ты их натуре читаешь? Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Ну что, в миде походу есть герои. Не совсем понимаю, как будет правильно поставленная линия. Нужен герой в легкую какой-то хороший. Что я так понимаю, сложно отправить Фуриону. Можно взять Энигму, очень неплохо войдет. Можно взять... Не, Энигма хорошо войдет. Под Тайд Хунтера просто на 5 с плюсом. Можно взять... Что можно еще взять? Опарейшн в бане, это очень плохо. Ну, Некролит хорош, конечно. Варлок отличен. Ага, это Найт Сталкер. Это Баланар. Ну и пошла у нас игра. Это Хартим против ХЦС Микс. Хартим играет за Скуржей. Хартим играет за Сентовый. ХЦС Микс играет за Скуржей. Злобогр у нас будет на Сенткинге. Джерри у нас будет на Вере. Пупс или Архангел будет у нас на Квапе. А Варлюша на Виномансере. Скаичек на Виндранер. Дефендер. Дефендер на Профите. Дубас. Энчантрес. Баланар. Байфаник. Бэтрайдер. Баймаг. И Тайтхантер. Нексиус. Кто куда идет, я, конечно же, вам не скажу. Может быть, как-то потом. Пауза от Нексиуса. Что-то там не так. Вижу, полез Виталий в Альтаб. Или кто полез в Альтаб? Тут пока идет война на базе у команды Иван Дота. Война идет пока не в пользу ГТ, что самое интересное. Но Тир-3 Тауэр падает. Бараки будут вряд ли схаваны. Ты смотри, их там поубивали. Ладно, не будем отвлекаться на ту игру. Когда закончится она, я вам скажу. Результат. Ну и очень интересно, как поставят лайнер. Одна, что другая команда. Что они нам продемонстрируют. Будут ли роминг герои, будут ли какие-то триплы, будут ли какие-то необычные вещи. Ну, не знаю, не знаю. Арт стайл. Вот харьковские далеко друг от друга не падают. Да, тот же запак. Все нормально, вот он уже увидел. Где второй, где второй, где второй, где второй. Я не понял, где второй. Один, а где второй. А, вот здесь. Хорошо. Итак, в миде у нас встречается Фурион против Квапы. Внизу Баланар. Стоит фармит на легкой линии у команды ХТ. Ну и наверху мы видим Вивер. Стоит фармит. Ну, такое мы уже наблюдали. Не в одной игре довольно интересные. Но интересная борьба будет в миде. Здесь видим не очень хорошее начало от Квапы. Дефендер здесь уже 2-4 крипстат. Квапа пока только 1-0. Ну и тут ВРочка все-таки сложная пошла у команды ХЦ. Скай на ВРке против Фанников. Фанник 4-2-1-0. То же самое, что в миде. Ну, интересно будет. Все видите, что Сенкин попытался запулить и не смог. В итоге тут отличный дабл спаун. И получился распул. Нет, не совсем. Получился. Получился на полтора крипа. А здесь у Орлюши, с которым у нас было интервью. Скай. Налетает на него баллонар. И тут выбегает сразу с тумана. Скай пытается убежать. Не туда побежал. Получается сразу же от баллонарчика. Будет ли пытаться что-то сделать. Скай включает Виндрон. Все-таки застанили крипы нарезать его. И ФБ делает команда ХТ. Хорошо задумал. В принципе, за деревья спрятался. Если бы проскочил мимо Кентавра. Если бы проскочил мимо Кентавра. Может быть бы и выжил 1-0 в пользу Хард Тим. И будут они сейчас пытаться снести первый Тауэр на легкой линии. Есть у них возможность это сделать без особых проблем. Потому что имеется включенная базилка. Уже профукали свой глиф. Ребята из их АЦС Микс. Подбежала новая пачка крипов. Кентавр отстапливает этих крипов. Но все правильно. В виде тем временем атакует у нас Дефендера. Нет, спокойно он уходит. Тауэр падает. Вторая минута. Пока ситуация с фаст-атакой. С киллом и пушем работает. Забирает крипы. Все нормально. Тут у Нексиуса могут быть проблемы. Он лоу ХП. Но схавал дерево. Не пойдет, конечно, дальше Скайчик. Довольно стремно это. Третья минута игры. В миде Квапа получила два ореха. Три-два там крипстат. 8 на 8 у Дефендера. Намного получше. Но вот наверху стояли одного Джерри. Стоит Джерри фармит. Так, тут Баланар. Баланар получает много демджа. Злобор в спину забегает. Баланар пытается драться. Покапывает его здесь. Баланар есть ли мана? Нет маны. Минус Баланар. Загулял Фаник. Загулял. Однозначно. Забирает злоб этот килл. 1-1. Стал счет. В миде по-прежнему война. И тут, блин, ковывается отсюда пуп. Чтобы, не дай бог, не подвстрять. Под Дефа, которого 67 плюс 6 у Квапы. 58 плюс 8. Больше практически на 12 демджа. Может атаковать. Сен Кинг. Имеется уже 1 килл. Одного крипа убил. Такой более полу-роуминг у нас Сен Кинг. Бегает по лесам. Виномансер тоже тусуется туда-сюда. Возвращается Фаник на линию. 15-2 у него крипстат. Тяжело ему, конечно, здесь фармить. Потому что распушили линию очень плотно. Ну и тут намного проще будет скайп. Потому что под вторым тавером, конечно, стоять это вообще не проблема. Фармить себе крипочка. 5-0 стат. Есть 1 килл. Подбежал Баланар. Только Койлами сможет он забирать. Вейлами. То есть, как оно называется? Этот скилл-то забываю постоянно. В миде. Сейчас будет веселуха. Виноватся. Выбегает. Подкапывает здесь у нас Дефендера. Деф пытается уйти. Получает гаш здесь. Варлюша. Ну и что? Забили просто на... А что ж ты не дал Даггер-то, Варлюшка-то, а? Равлик не дал Даггер. И злоб. Тут, скорее всего, не уйдет. Получает еще Гош. Вижен есть. Фурион летит. Летит Фурион. Летит Фурион, но поздно. Нет, не поздно. Дефендер убивает злобогра. Дефендер убивает злобогра. И убивает его очень-очень даже четко. Звонит мне Магди. Не знаю, зачем. Зачем-то звонит. Наверное, за шкафом. Здесь, тем временем, третий левел у нас. Маг в сложной линии. Формит против... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Огромные у него тут могут быть проблемы. Джерри. Джерри за ним гонится. На нем висят паучки. Но Firefly и ушел. Ушел отсюда. Маг. Убивает паучка. Одна тычка. Ждет его просто здесь Джерри. Отпивается, отпивается Маги. У Джерри могут быть проблемы здесь под Тауром. Джерри много дэмэджа получил. Тоже начинает пить. Куру можно побить. Здесь Тайд рядом. Тайд сейчас грушим достанет. Плюха нет. Левел 5 ушел. Ушел спокойно Джерри. Счет остается 3-1 в пользу команды. Хардтим. Виномансер. Виномансера сейчас может закрыть здесь Дефендер. Нет, пятый левел. Все нормально. Не закрыли. Фанник тоже пятый 20 на 6. Есть уже урна. Есть тапок. Злоб подкапывает, подкапывает Фанника. Скай не привязал и будет пытаться убежать здесь. Нет, нет, нет. Никуда не бежит второй килл от Злобогра. Фанник второй раз умирает. Шестая минута. 3-2-100. Как я и предполагал, будет интересная битва. Такая же, как у нас идет и в матче группы А. Где Иван Дота дерутся против команды Га Блок Тим. Фурион. Есть ПТ, 6-й левел. Сент-Кинг тапок 300 голды. Патма, банка. Можно купить тапок. И есть тоже 600 голды. Наверху, видите, Тайпик. Далеко зашел. И ХТ забирает очередной Тауэр. Есть два крипа у Энчандрис. Есть здесь Баланар. Тайт Хунтер. Внизу, тем временем, ой-ой-ой. ТП-аут успеет ли сделать Скай. Мисс проходит отлично. Улетает Скай. Была Манана, там был кулдаун. И не смог сбить ТП Фанник. Скай убегает на базу. И наверху. Наверху врывается здесь Маг. Пытается фарфлай. Много дамажей. Ворлюша забирает одного. Пытается уйти. И уходит же. Проблемы у Мага. Тут Квапа на хосте. Будет ли его догонять. Пытается догнать Квапа. И догонит же. Хвоста. Хоста закончилась. Джерри тем временем убивает на Эксиуса. Здесь проблемы огромные были у Джерри. Он умер. Дефендер его там убил. Ой-ой-ой. Квапе нужно бежать. Квапе нужно бежать. Еще 4-4. 2-1. В драку выиграли. Квапу зажали здесь. Нету маны на блинг. И Плюха прилетает. Дефендер. Третий килл. Дабл килл делает. Деф 5-4 счет. Хорошая драка. Непонятная с разных сторон. Но все равно хорошая. Тавр нужно здесь запушить. Равлик один на дефенсе. Один. Но тут он ничего не сделает. Левел 3. С одной ТПшкой тяжело что-либо сделать. Ой-ой-ой. Проблемы у Равлика огромные. Равлик дает даггер. Попадает сюда. В леса. Ну и здесь минус. Клэп еще. И килл забирает дефендер. У него доминейтинг. Прибежал Джерри сюда. Можно убивать. Можно убивать Энчандрис. Нет. Успел включить хилл. Гуш прилетает Джерри. Тайвер упал. Дефендер его уничтожил. Много денег. Много денег. Маг пытается на файрфлайе убежать. За ним гонится. Молли уходит. Маг. Будет бить Тайда. Тайд третий левел. Да. Будет бить Тайда. Не сильно он еще толстый. Куда пошла Квапа? Да ладно. Ой-ой-ой. Ну да. Тут конечно Пупс убивает. Я думал зацепить Тайда. Но забили на это болт. Так. Уходит. А можно еще с этим побаловаться? Нет. Войно. Тут Тайдхантер. Ой Квапа. Нужно блинкаться отсюда. Нет. Вулмана. Кричит на Баланара. Получает Гушу. Бегай. Сайленс. Вот халепа. Вот халепа. Возвращается Джерри. Начинает нарезать Баланара. Баланар не убивает. Так и не убивает ничего. Фаник убил тем временем. А. Фаник до этого еще убил. Боже. Что я говорю. Джерри побежал за ним. Джерри за ним побежал. Но ночью ничего не сделаешь. Там висит еще и на нем. Урна. Злобок здесь. Фаник. Да. Свидос по-моему. Злоб не может достать. Успит то больше. Убегает Фаник. А тут навстречу. Равлик. Такой фигни не прощает. Фаник пытается мансовать. От злобок. О боже. Злоб. Ты че? Фаник еще замансует. Ладно. Не-не-не. Уже наверное никак. Или уйдет. Уйдет. Нет. Догоняет его Джерри. Две тычки. Одна тычка. Уйдет. Давай. Уходит Фаник. Нереальный просто. Вот это нереальная фигня. Я не знаю как он отмансовал после этой ситуации. Это что-то с чем-то. Я давно такого не видел. Ах если бы злоб попал станом. Убили бы. А так. Секунд двадцать бегал от них. На баланаре. И так и ушел от троих. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. Можно и так сказать. Про олдскульную команду и ХЦС Микс. 7-6. Пользу Хар Тим. Крики слышу со стороны Матрицы. Видимо потеет Матрицу. Леха как дела? А ну-ка расскажи нам. Он весь в игре. Так. Поймали тут в миде Дефендера. Сбили ему Доминейтинг. Злоб забрал килл. 3-1 у него стат. Так сказать. Отмазался. Отмазался. 7-7. И битва очень интересная. Там такая война. Не ну походу ГТ уже несут нижние бараки. Там походу близко к победе. А не-не-не. Там не все так просто. Дота. Наверху. 6-й левел Магус. Есть тапки с читок. Джерри. Джерри. Кольцо. Пурман Шилл. Конечно же без тапка. Как мужик. Тайтхантер. 6-й левел. Фармит. И команда ГТ выигрывает игру Иван Дота. ГГС занимает первое место в группе А. Команда Гоблин Тим. Собственно есть уже сетка. Кто на кого выходит на Киберарене ТВ вы ее можете увидеть. На продоте я думаю экстримчик ее тоже сейчас сделает. Если ему тупо не падла. Зажарили. Тут такая дота вас. Мастси. Пошел злоб здесь за Нексиусом. Так попугал его. Но не начал атаковать. Убивать. А в итоге ушел спокойно. Тайтхантер в миде. Миде. Баланар здесь бегает. Вы смотрите. Такой жесточайший. Баланар. Ночью зацепили. Верку. ТП сюда сразу идет. Верка включает Виндран. А тут. Смотрите. Вер умирает. Так и умирает Тайт. Потому что Квапас Инвиза. И можно цеплять Фуриона. Нет. Не цепляет Фуриона или зацепит. Сенкин гонится. Должен копнуть. Копнул одного. Но в толпу нужно прятаться. Ему песок просвечивает его. Ульта. Здесь вот смотрите. Забрали Фаника. Ого. Хорошая драка. Дубас забрал злобогра. Даблкил сделал тем временем. Валик Дефендер тоже делает даблкил. Размен 3 в 2. Здесь маг летает с фарфлайем. И все-таки подрались. Подрались хорошо. ХТ. Хотя Квапа в Инвизе казалось будет очень-очень-очень даже неприятно. Команда Иван Делта тем временем пришла бить Меса. Наверное. Или нет. Глиф юзает их АЦСовцы. Здесь Равлик тапок имеет. Имеет также УАРД. Равлик имеет тапок. У него просто давно нету девушки. Дальше. ВР-ка. У нас Фейзы. И 0. Сенкинг 2 брассера. Тапок. Жерри. Жерри фармит конечно же на Уан Гвард. Ну и Квапа 2-0 этапок. Тауэр падает. Забирает его Дубас. Нексиус пошел быковать. По фарфлай ему ничего не страшно. 13-ая минута игры. Вы знаете, я наверное чисто для интереса у нас уже были прецеденты. Сделаю сейв. Что было у нас уже 1 дроп. В игре Perfect Enemy против кого-то там. Группа Б там вообще идет такая напряженка. Там первый тур очень долго заканчивался. И вот второй тур я вижу там одна игра уже подходит к концу. Уже трон падает. А ГЗ еще потеют. Надеюсь матчи 3-го тура в этой группе начнутся очень-очень быстро. Сразу после того как закончится матч 2-го тура. То есть буквально минут через 5. Да, там я вижу закончилась одна игра. Perfect Enemy я так понимаю проиграли. Проиграли у кого-то. Я думаю сейчас кто-то подойдет и скажет результат в суде турнира. Так, Баланар. И полетели здесь паучки. Долетят. Долетели. Вы смотрите. Ночь включает. Фаник и бежать такой. Тут Квапа кричит. А Даггера нет. Засловить-то нечем ночью, а? Ну Баланар понятно, что без вариантов уходит. Спокойно. Внизу довольно интересно. Тайд. Тайд ультует. Ультует хорошо. Закрывает с собой Варлика. Равлик умирает. Исенкин вкастует ультимейт. Отлично. Патреев вкастует. Ловит его. Умрут все. Спрячься. Лепесок нет. Не успевает. Он в фаерфлайе стоял. Но злоб хорошо копнул. Был бы 11 левел. Все бы поумирали. 2 в 1. 12-10. 2 килла. Преимущество. Я не помню сколько мне лет. 2-3. Стату Фаник. Есть ПТ. Есть Урнец. Энчандрес. Есть Пойнт Бусер. Есть Аркан Тапки. С ДД у нас Магус. ПТ. Банка. Щиток. Баланар, видим, принес себе уже Пойнт Бустер. Ой, Виталити Бустер, извините. Ну и на базе Тайт Хунтер. Тапок. И Мэджик Стик. И Фурион. Есть уже Некра. У Дефендера 7-1. У него стат. Разошелся. Что-то Деф. Так серьезно разошелся, я бы сказал. 0-2 у Ская. 46 на 1. Крипстат. Глянем дальше по игрокам команды ХЦС. 42-12 у Джерри. 1-1. Стат. По голдецу нормально. Сент Кинг у нас 800. У нас голды нападают здесь на Бэтрайдера. Вот ультанул здесь. Не попадает опять злоб, но умирает все-таки. Бэтрайдер злоб пытался достать. Под копом не достал. В соло убил Валик здесь в Бэтрайдер. 5-3 у Квапы. Вот это экшн-плеер. Счет 12-11. И игра продолжается. Ровная веселая игра. Не могу я заглушить звонок. Название от мне кто-то. Я не помню сколько мне лет. Так, Фанник по-прежнему. 2-3. 54 на 15 Крипстат. Бегает тут. Фармит уже особо ему. Вот один статайл скоро будет сделать. Будет что-либо тяжело. День только начался. Еще довольно долго до ночи. Так, убегает здесь Ровлик. Прибегает Фурион. Закрывает Варлика. Конечно, без вопросов. Дефендер доминейтинг опять. Один доминейтинг мы уже сбивали. 8-1 стат. Хорошо, что шел злоб. Могло быть минус 2. Ой, тут интересно намечается что-то. Нет, нет. Квапа. Есть Войтстоун. Джерри купил уже худ. Что есть хорошо. И есть хедреска у Скай. Фуник тем временем фармит мид. Прилетает здесь на помощь, так сказать, ульт-дефендера. Дефендера, когда что там у него с капустой. Есть уже на Некро 2, скоро на 3. Сейчас будет падать Тауэр. Все-таки то, что я говорил про Суперфаст Пуш, нету ничего такого. Просто Пуш. Так. Поджимает здесь Джерри. Летит непонятно куда. Плюха. И вот находит злобогр здесь Нексиуса. Летят паучки. Бэтрайдер уходит, подкапывает его на хайграунде. Ой-ой-ой, как неудачно здесь злоб-то. И улетает Бэтрайдер. И злобогр застрял здесь наверху под файрфлайем. Надо ему улетать. Да, улетает отсюда. Не получилось зацепить. Нексиус. Ставит паузу. И просит секс. А, сек. Что там, ребят? Телефон? Так, у нас будет 2-3 минутки паузы, да? Или что? Да, у нас пауза. Напишите буквально, что 2 минуты паузы. Тайм-аут. Я гляну пока результаты других матчей. Вот на ваших экранах, собственно, команда ХТ. А вот на ваших экранах, собственно, я. Вот такой вот модный я, да? Воскресенье утро и трезвый. Прикинь. Смотрим результаты матчей. Группа А уже полностью закончила. Там первое место занимает команда Goblin Team. Второе место Иван Дота. Третье место Шавка плюс 4. И 4R занимает последнее четвертое место. Собственно, Goblin Team с первого места Иван Дота, со второго выходят из группы. И в группе B мы видим, что Тунцы выиграли у Perfect Enemy. Команда Perfect Enemy с нулем АЧ имеет очень мало шансов на выход из группы. Что дальше? ГЗ до сих пор рубятся с командой 100 и 100. Там бешеные матчи в этой группе вообще происходят. Ну и в группе D, как мы и предполагаем. А нет, в ПГЦ выиграли две игры. Тут неправильно, неправильно вы посчитали. Сейчас тут переделают. Тут у ПГЦ 6 АЧ, а у команды в мод 3 очка. И 1 плюс 1 вылетает с турнира. ПГЦ выиграли у 1 плюс 1? Проиграли? Ага, там таймрейтинг. Ну просто тут выделено Болдом ПГЦ. Так, вернулся уже у нас Магус. И продолжаем играть, да? Go. Go, Go Power Rangers. Пошла дальше игра. Таймрейтинг решит, кто выйдет из группы D. Очень интересно. Как только там все решится, кипер подойдет нам и скажет, как там, кто выходит из этой группы. Таймрейтинг также будет работать на АСС. Так, тут Квопа. Квопа под Славянсом нет. Все-таки ушло, еще ультанул Дефендер и убегает тоже. Ульт Дефа летает по всей карте. Где он имеется там на карте, а? Где ты тусуешься, дружище? Ага, он фармит уже вверх. Есть вторая Некра, скоро будет третий. Третий Некра, это огромная проблема. Ой-ой-ой-ой, тут Уравлик. Уравлик, мазафака киллер. Обезбашенный. Скай фармит на Мекку наверху, ну или на Пайп, не знаю. Здесь Джерри, 54 на 13 Крипстат, 1-1 пока. Ну, по фарму, конечно, ничего не скажешь. Очень тяжело дается игра команде ИХС Микс. Так, зацепили опять мага. 1-2, пытается он улететь. Даггер первого левела. Ну да, тут скорость маленькая. Ну! И будет прыгать. Га-а-а, и злоб опять не достает, пытался в кастовать ульт. Ну и тут проблемы у Квапы, которая все-таки прыгнула. Нексиус убивает Архангела. Не до конца пошел. Ну и Варлюш на радость сразу закупается вардами. 14-11, понемногу хардтим, понемногу-понемногу набирает какое-то преимущество. Более-менее интересное. Ну а здесь Defender устраивает верхней линии команды ИХС Микс проблему такую серьезную, с которой один равлик тут не справится. Ну и подтягивается сюда также Джерри, мы видим, наверх начинает бить крипов. Встреча, вы смотрите, Верку встретили. Она без маны абсолютно закрывает, ее ничего не может сделать. Прилетает сюда, также Гуш прилетает, плюс хатбетрайдера. И Виндрана успевает включить. Нет. Скальчик умер, тут тает, отлично ультует. Стан также прилетает Виномайнсер, тоже ульт, Квапа уходит живая. Все будут живы. Нет, Джерри в спину еще пытается нарезать. Фуриона закрывает Джерри. Джерри. Мана сейчас закончится, заканчивается Мана. И просветка у Джерри. Пытается Мсугучи убежать, но Бэтрайдер все-таки возвращается в ульт. И нет, не уйдет. Не уйдет Джерри. Дубас делает этот килл. 2 в 0 от смены, там будет минус Тауэр. Проблемы у команды ХЦСМИХ. Огромные проблемы, Гиби. Некра пока еще вторые, но уже вы понимаете, что могут быть какие угодно. Бьет здесь Тауэр спокойно. Дефендер, никто его не задефит абсолютно. Сейчас пойдет Тиерр 2 Тауэр здесь на легкой линии. Забирает его Деф. Дохренен у него уже капусты. И Фаник наверху тоже забирает одновременно. Но теперь чуть больше, чем Дохренен. Ну и пожалуй, а чего бы и нет. Сделаем сейв на 21 минуте игры. Так, там ГЗ закончили игру. Вторую выиграли. Выиграли вторую игру ГЗ. Там уже начинается игра третьего тура. Немножечко у нас из-за этого, наверное, затянется старт сетки Дабл Элиминейшн. Но буквально немножечко. Потому что доигрывает группа Б свои матчи. И вот сейчас группа С заканчивает. Там уже кое-какие матчи сетки Дабл Элиминейшн будут известны. Ну вот после этой игры уже будет известно, кто с кем будет играть в первом раунде Дабла. Не знаю до сих пор, да, Дим, кто из вашей группы вышел? Еще не посчитали тайм-рейтинг? А? А, наглаждение. Ну я во время трансляции, чтоб не Таблоса, скажи мне. Ага, первое место занимает команда ПГЦ, а второе место 1 плюс 1 занимает по тайм-рейтингу. Ну, что значит слили игру? Они могли не выйти. Ну, они могли не выйти, если бы слили игру. Ну. Ну, я не могу, я не видел эту игру, не могу сказать, что она слита и так далее, то есть. Я могу посмотреть реплей, но я не думаю, что это что-то даст. Я просто посмотрю игру и я увижу, что к чему. Я не думаю, что что-то поменяется, но я игру посмотрю. Я бы вот кипера сейчас попросил, чтобы он глянул этот матч. Дима, посмотри на меня. Дима. Дима Дэмон, посмотри на меня. Вы сливали игру, сучки? Я понял, они слили игру дисквалификации обеих команд. Сливали или нет? Ну, ты же играл в ней. Все, они играли на максимум. Ладно. Кипер, если ты не впадла, посмотри реплей, Коля, разберись в ситуации, пожалуйста. Если там был слив, то мы будем применять санкции. Ну, посмотрим, посмотрим. Все, не отвлекайся от игры. Там у нас ситуация в группе Д, и есть подозрение, что сливали игру. Специально, чтобы слить команду всеми любимого шашлычника. Который тут ходит с недовольным лицом и пытается доказать, что в мире есть справедливость. Это неправда. Двадцать четвертая минута у нас с ним временем идет игры. Преимущество уже в целых шесть фрагов. В целых шесть. Ну, тут в виде позиционная такая борьба в миде идет. Но внизу-то Тауэр падает. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть падает Тауэр у команды ХТ. Есть третий некрай. Две восемьсот у дефа. Огромное количество денег. Прыгает битрайдер. Цепляет квапу. Не надо было квапу, она же упрыгнет или успеет. Нет, не успевает квапу отпрыгнуть варлик. Равлик ультует по двоим. Подкапывает здесь Сенкин с ультом. Отлично вошел злобогр. Но тут же Таид ультует. Минус злоб. Минус варлик. И тут проблемы огромные также у Джерри. Он возвращается, конечно, в ульт и уходит. Сайленс повешивает на него или нет? Нет, не успевает. Здесь живой Джерри, живой Скай. Тауэр даже не бьют здесь ХТ. Сейчас только начнут. Двадцать одиннадцать. Хорошая драка. Ворвался злоб, но как-то все вошло не одновременно. Надо было сразу, когда цепанули квапу, туда просто врываться. И виномайсеры, туда врываться абсолютно всем. И было бы круто. Джерри пауками пытается дефить. Зацепил Дефендера. Нарезает его. Дефендер восемь один. Доминейтинг по-прежнему, напомню. Ну и, видите, убегают ХТ все так по одному. Спокойно, медленно и не спеша. Тут Варлок еще побегал по Firefly. Осталось у него 200 хп. Но тем временем, судьи турнира, я вижу, Кипер пересматривает реплей игры. Топ-1 Энигма ЮА, говорит мне, матрица, вы что не играете третий матч? Пикает, я понял. Пикает. Хорошо. Газетам практически 100% выходит на первом месте из группы. 1-2 стату Джерри. Мы видим Худ, Виталити, Булстер, Пурменс Шилд, Мэджик Вон. Больше практически ничего нету. Да, тяжело дается матч. Перса только появилась у Архангела. Левел 11-й тоже не очень. Тут есть даггер, конечно, у злоба. Но левел 1-й, левел ульта 1-й. И это плохо, потому что 15-й, Фурион скоро будет 16-й. Есть, видите, ультимейт торп, кроме этого. Бэтрайдер 13-й даггер. 10-й тайт, есть у него медалька. Десятая также энчантрыс уже с мекой и с зоопарком. Но тяжело, конечно, чтобы что-либо сделать. Худ вангвард. Урна у Фаника. Да, да. Ситуация очень тяжелая для команды ХЦС-Микс. Но, вы знаете, кто займет второе место в этой группе, попадает на победителя группы D, то есть на команду ПГЦ. То есть на Диму Демона и на тех пацанов, которых сейчас подозревают в слитой игре. Не знаю, я не думаю, что там будет это доказано. Я даже уверен, что это будет не доказано. Суть в том, что проигравший в этой паре будет играть с ними. Ой-ой-ой-ой. И Ворлюша пытался сделать ТП-аут и умирает. Сент-Кинг копает просто толпу и тоже умирает. Пытался захастовать ульт, но мега килл делает Дефендер. Ловит еще Квапу. Минус Квапа. Забирает ее Фаник. Пытается убежать здесь Скайчик. Скайчик убежит, наверное. А нет. Баланар уже на базе его догоняет. Прыгает также Бэтрайдер. Сайленс висит на Скайе. Минус Мана. Фаник. Киллинг спри. Доблкил. 4 в 0. ХТ. Очень четко разбирается в этой драке с загулявшими игроками команды и ХЦ. Смикс 24-11 и преимущество уже бешено. Видите, тяжело бэкдорить, конечно, на Тауэр. Регенится он бешено. Но пытается, пытается. Да не получится втроем. Вот в четвером, может быть, и получится. Вот подошли крипы и антибэкдор система перестает работать. Будет ли заходить на ХГ прямо сейчас с ХТ? Я думаю, должны. Я думаю, должны. Забегать прямо. Ох, какая толпа собралась смотреть-то игру. Ну, я думаю, Коля с кипером разберутся и без лишних подсказок. Были там подозрительные моменты, были ли. Так, зацепили здесь Варлеша. Убивает его Фаник на базе. Начинает бить здесь Квапо под Сайленсом. Сэн Кинг ворвался в песке. Здесь вместе с Джерри пытается отбить этот весь мегапуш. Получает Гуш, злобогр, юзает вонт и убегает отсюда. Нет, но тут же Бэтрайдер затягивает на Файрфлай. Минус злоб. Доминейтинг уже у Дубаса. Настрелял он там своей ВРочкой. Да, забежал Фаник тут уже дерется на базе. Просто ночью Гуш прилетает. Квапа пытается засейвить здесь Скайя. Но Дубас мегакилл, даблкилл. Ну, тут сливает, сливает Аэгис. Эти жучки до сих пор на нем висят. Ну и теперь спокойно уйдет отсюда. Теремень Тир 3 Тауэр падает. Ультует Виноманстер по двоим. Ну и тут же его цепляет Фаник, убивает. Фурион закрыл нас Джерри. Джерри в Сайленсе. Сайленс не успеет закончиться. Да, минус Джерри. Ну и 29-11. Ни одного кила не могут сделать ребята из команды ХЦСМикс. Но это, наверное, ГГ. Проигрывают они эту игру, скорее всего. Я думаю, тут должно случиться какое-то нереальное чудо, чтобы был камбэк. Минус Мид. Пошел наверх уже Бэтрайдер. Подтягиваться даже к нему и Дубас с Нексиусом. Ну, боятся, конечно, подойти здесь. Вот подходит Квапа. Получает тут же Сайленс. Получает все, что можно. Сенкинг еще подкопнул. Ну и сам от этого умрет. Получает банку. Тайдультует. Фаник. Викетсик. Даблкил. Есть уже Хекс. Тут Варлюша тоже умирает. Забирает Дубас. Дубас Unstoppable. 32-11. Напомню, что Штет был 12-11. И вот после этого 20 килов подряд делает команда Хард Тим. 20 килов подряд. ГГВП пишет. Варлок ГГ от Дефендера. Ну и команда Хард Тим выигрывает группу С. И попадает на команду Д2. На команду Д2. Это вот сейчас определится на кого после этой машины. А вот также определится на кого попадает команда ИХЦ Смикс. Ну что, это была решающая игра группы С. И ХЦ Смикс проиграли у Хард Тим. Буквально сейчас уже идут последние матчи группы Б. Ну и минут, наверное, через 20-25. Максимум 25. Начнутся первые матчи плей-офф. Следите за Продоты. Следите за Киберарена ТВ. Тут полный репорт идет. Вы будете знать, кто с кем играет. Ну и сейчас немножечко музыки. А я вернусь очень-очень скоро. Да, всегда.